Вы знаете, потребность, правильно сказали, потребность в контенте будет возрастать. Почему? Потому что раньше люди смотрели телевизор, не было компьютеров, не было еще чего. А сейчас вот средний потребитель, он смотрит телевизор, перед ним экран компьютера, также в этот момент он общается в смартфоне и еще что-то на фоне играет. Соответственно, задача любого продукта, любого производителя, вот несколько секунд, а то может быть и доли секунды, поймать внимание. Как можно поймать внимание, если то, что ты предлагаешь, оно яркое, ярче, чем у конкурентов. Поэтому раньше был востребованный контент? Да. Только сейчас он будет намного более востребован, потому что он должен быть прям гениальным, он должен вот прям цеплять. Российская реклама в этом смысле, я не могу сказать, что она отличается от западной. Ну, есть, конечно, свои особенности. У нас, как на некоторых рынках, Бразилия, Мексика, нас любят знаменитости. Очень часто используют, и это работает. Не просто потому, что любят, но действительно работает эффективнее, чем, например, в каких-то европейских странах. У нас, наверное, огромное значение играет музыка. То есть, чем она ярче, опять гениальнее, правильнее подходит под задачу музыка, тем коммуникация лучше работает. Ну, во многих случаях. Наверное, это не совершенно универсальное правило, но тем не менее работает. Есть еще какие-то особенности. Но это всего лишь мелкие небольшие штрихи. Проблема, наверное, не в этом. Проблема в том, что пока мы еще, не все из нас, настолько профессиональны, что можем создавать потрясающий продукт. Вот, скорее, в этом русле лежит перед нами огромный путь, чем в чем-то другом. Нам нужно каждый день работать. Каждый день очень скептически и критически относиться к тому, что мы сделали сегодня и вчера. Все, спасибо.